Всего 12 часов, и ты уже в замечательном городе, где пальма, и зимой хорошая погода. Я сейчас попробую настоящую кока-колу из Америки. Итак. Должны будем проехать 4 штата и очень много различных клёвых мест. Зацените бардак в номере. Вот, ну, а по-другому невозможно, я вам скажу. Где мои колготки? Просто объясним. Мы находимся в Беверли Хиллз, за моей спиной дом Тома Круза, и сейчас у нас есть уникальная возможность попасть к нему в гости. Пошли. Всем привет, это наш новый влог. Мы отправляемся в Лос-Анджелес и берем вас с собой. В Лос-Анджелесе нас ждет программа, которая не похожа на предыдущие, потому что хоть Америка и создана для путешествий на автомобиле, мы никогда в жизни, сколько раз были в Америке, не брали там машину. В этот раз мы исправляем этот недочет и отправляемся в путешествие, которое вы обязательно сейчас увидите. Действие первой части этого влога происходит только в Лос-Анджелесе. То есть мы отсняли такое количество материала, что за первую часть, за полчаса с лишним, мы даже не успели выехать из этого города. За эту поездку мы планировали посетить 4 штата. Это Калифорния, соответственно, где находится Лос-Анджелес. Это Невада, где находится Лас-Вегас, потому что через Лас-Вегас ведут практически все пути. Потом через Аризону мы едем в Юту. В Юте проводим 2 дня. И обратно за один день мы должны будем опять преодолеть все это расстояние. По расстояниям, по точкам, остановкам, маршрутам я буду вам рассказывать далее. И, я думаю, уже в последнем видео я подведу итог, какая у нас была программа, из какой точки мы куда отправлялись, чтобы мы могли этим маршрутом воспользоваться. И второй моментик, благодаря которому мы вообще отправляемся в это большое путешествие, это тест-драйв нового Pedelag XT6. Забегая вперед, скажу, что машинка эта очень классная. Мы первые, наверное, русские люди, которые сделали этот тест-драйв. И на ней за время путешествия мы проехали более 2,5 тысяч километров. Сами впечатлениям, я буду делиться уже в процессе этого влога. И третий момент. Даже я бы назвал его первым моментом, который вы обязательно сейчас увидите. В это путешествие мы летим вдвоем с Яной. Фариза не смогла, и не смогла Фариза по той причине, что она летит в Нью-Йорк в эти же даты. И я попросил ее снимать все, что она увидит, все свои эмоции на видео. Я очень хотел увидеть ее первые эмоции, когда она увидит Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк это мой самый любимый город. В Нью-Йорк Фариза едет с мамой недалеко от Нью-Йорка в Массачусетс. Недалеко от Нью-Йорка в штате Массачусетс. У Фариза живут родственники, поэтому первые дни она проведет там. А далее уже отправится в настоящий Нью-Йорк, остановится в отеле на Манхэттене И там, соответственно, будет снимать все свои эмоции Я это видео еще тоже не видел Есть один очень важный момент Я не могу это никак объяснить Наверное, вы сможете, если вы девушка, наверное, вы Фариза снимала все видео в вертикальном формате 200 с лишним видео Я просто охренел, потому что я написал ей предварительно Первый раз, второй раз, третий раз Напомнил, пожалуйста, снимай горизонтальное видео Держи айфон горизонтально Но у Фариза это воспоминание каким-то образом поменяло плоскость И поэтому все видео она сняла в вертикальном формате для влога Как она себе это представляла и видела ли она вообще в дальнейшем, что я это возьму во влог Я не знаю Но, представляете, человек, который первую жизнь снимал влог Отснял 236 фрагментов на телефон Напишите ей, пожалуйста, в комментариях, что она герой Потому что, ну, не каждый это сможет Попробуйте взять мобильный телефон, включить камеру и записать влог Я вас уверяю, что с первого раза получится далеко не у всех Но той легкости и вот этой жизненности, с которой это делает Фариза Честно говоря, я прям даже завидую Потому что у меня намного дольше шел процесс привыкания к камере Более того, я до сих пор не привык И до сих пор я иногда включаю ведущего То есть, когда вот я в жизни разговариваю и один человек, а когда берешь камеру Ты немножечко другой, потому что стараешься говорить громче, как-то выразительней Стараешься не сбиваться То есть, очень хочется научиться, как Фариза, более естественно И не выбирая ракурсов Она вообще не заморачивалась, где телефон Она то снизу удержала, то сверху держала Вообще нормально Но самое главное, что видео получилось максимально живым Яна считает, что вот эта штука спасет ее от коронавируса Мы летим в Лос-Анджелес И у нас оттуда будет очень классное путешествие До Юта, до Аризоны, до каньонов Если вы смотрите наши влоги, то вы наверняка видели Мы уже были в тех местах И это просто захватывающее зрелище Всем приветики Я уже 4 часа лечу рейсом Москва-Нью-Йорк И делать настолько нечего, что я докатилась до того, чтобы начать снимать влог Но чтобы вы там не подумали Я это делаю не по доброй воле Меня заставил Евгений Ферст Он мне написал очень суровый наказ Чтобы я обязательно привезла какой-то видеоматериал для влога из Нью-Йорка Сказал, что если я этого не сделаю Они меня с Яной оштрафуют на 100 тысяч рублей И еще плюсом к этому идет работа на них бесплатно на протяжении двух месяцев Они заставили меня подписать бумагу И забрали российский паспорт Поэтому мне приходится это делать Еще в первую жизнь я увидела такой гигантский самолет В общем, хотела я сейчас купить в Скайшопе чипсы И оказывается, тут на борту у них вообще нету Скайкафе То есть они на такой длиннющий перелет могли заработать на этих долбаных снегах Целую кучу денег И у них нет вообще ничего Ни чипсиков, ни даже каких-нибудь орешков Ни маслинки, ни оливочки Ничего Ну как, как? 10 часов И не взять с собой никаких снеков, чтобы их продавать Это импосибле Вот, в целом это все, что я хотела сказать Перелет из Москвы в Лос-Анджелес занимает где-то 13 часов Из Лос-Анджелеса в Москву 12, там с копейками 12,5, по-моему Многие просят говорить цены на все, что мы покупаем На все, что мы тратим Поэтому я постараюсь в этом выпуске периодически делать на этом акценты Например, стоимость авиабилетов эконом-класса из Москвы в Лос-Анджелес На одного человека туда и обратно стоит около 50 тысяч рублей С пересадкой, я думаю, можно найти прям даже дешевле, может, 1040, ну фиг знаю Внимание, бизнес-классом аэрофлота Самые дешевые билеты на одного человека до Лос-Анджелеса и обратно стоят 540 тысяч рублей В принципе, за эти деньги можно очень хорошее и очень продолжительное бюджетное путешествие организовать через всю Америку Это включая аренду машин, питания, отели и так далее Всем здоровым, прилетели в Лос-Анджелес, 12 часов прошло незаметно Почему здесь так мало людей отдыхает, я не понимаю Всего 12 часов и ты уже в замечательном городе, где пальма И зимой хорошая погода В общем, мы имеем большие планы на эту поездку И сейчас самое любопытное, наш друг Леша едет в аэропорт и улетает в Сан-Франциско И если мы сейчас состыкуемся, а мы скорее всего состыкуемся, то мы с ним увидимся А не виделись мы уже очень долго Короче, поездка у нас супер насыщенная Я сейчас немножечко отойду от самолета и расскажу вам, как это все будет проходить Мы должны будем проехать 4 штата и очень много различных клевых мест Погружение в Америку Все бы по прилету в Америку зашибись Но каждый раз, когда мы прилетаем в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес Вот такой вот пипец И это, возможно, часа на два Народу просто дохренища Аэропорт Лос-Анджелеса 3 или 4 в мире по загруженности, то есть по пассажиропотоку Самый загруженный аэропорт в мире на первом месте это Атланта На втором Пекин и на третьем Дубай Наш аэропорт Шереметьево, который самый крупнейший в России Примерно, но по моим подсчетам, на 25 месте Зато в 2019 году наш аэропорт был признан самым пунктуальным аэропортом в мире Так что есть чем гордиться на самом деле В американских аэропортах есть такая особенность Ну, по крайней мере, в тех, в которых мы были Все пассажиры со всех рейсов после прилета попадают в одно место, то есть в одну очередь Это, я вам скажу, испытание Потому что иногда в этой очереди в Нью-Йорке или в Майами или в Лос-Анджелесе Мы проводили по два, по три часа раньше перед посадкой На всех американских рейсах людям выдавались декларации, которые нужно заполнять И как только я приучил себя наконец-то возить ручку И впервые в жизни взял ее с собой в рюкзаке Оказывается, она не нужна А декларации не раздавали, потому что с того года все стало в цифровом виде То есть, когда ты встаешь в эту общую очередь Первый этап очереди идет к электронным терминалам Если вы не знаете английский, не переживайте И там можно выбрать русский язык сразу Прикладываешь пальцы, прикладываешь паспорт И потом тебе распечатывается вот эта квитанция, которую ты отдаешь офицеру И после того, как ты отстоял первую очередь к вот этим вот терминалам Ты встаешь в ту самую огромную, самую адскую очередь Которая уже может простоять непонятно сколько времени В этот раз из-за коронавируса в аэропорту было какое-то постапокалиптическое настроение Процентов 70 людей были в масках Огромное количество азиатов Количество людей постоянно увеличивалось И, ну, было немножечко так себе Все, ребят, мы это сделали И это было непросто И примерно два часа у нас заняло пройти паспортный контроль И получить багаж Но багаж мы получили, вернее, за пару минут Но все остальное, короче, долго получилось Офига тут народа нас встречает Просто пипец Блин, я как на красной ковровой дорожке сейчас, честно Офигеть, у нас получилось встретиться с Лешей Вы увидели в одном из наших влогов из Нью-Йорка И представляете, как вот все вот в природе срослось в одной точке Он улетает в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса А мы прилетаем в Лос-Анджелес, привет А вообще нам увидеться был прикинь вообще У меня самолет в пять Дорога до Беверли-Хиллз, где находился наш первый отель Занимает примерно 20-30 минут До Санта-Моники, это самая близкая точка от аэропорта Примерно где-то 15 минут Но опять же, в зависимости от трафика Можно, мне кажется, и 30 минут ехать и больше Потому что пробки в Лос-Анджелесе бывают лютые Ну и Голливуд, это одна из самых далеких точек от аэропорта Это примерно 30 минут, 40-50, час, если пробки есть Может быть, даже больше Когда вы выехали из аэропорта и едете по Лос-Анджелесу Вы уже видите вот эти пальмы, которые, на мой взгляд, одни из самых красивых в мире Кстати, жителей Лос-Анджелеса называют Анджелинос Интересный момент, что в Лос-Анджелесе нет своих источников воды И вода поступает в город по трем большим акведукам, которые находятся на расстоянии 390, 545 и 714 километров от Лос-Анджелеса Вот видите, как получается У них океан рядом и воды нету А у нас соленую воду хрен найдешь Только в пельменях Обычной пресной воды дофига повсюду Только приехали, моя тачка уже припаркована Лимончики на дереве развешаны Все как мы любим Наша доставка в отель произошла на автомобилях Cadillac XT6 Как вы помните, я брал на тест-драйв уже, по-моему, даже не раз Cadillac XT5, то есть предыдущая версия Это значительно больше, это сильно отличается Наш тест-драйв на российском YouTube будет, наверное, одним из первых Потому что официально презентация только где-то в середине февраля будет этого автомобиля в России А мы за эту неделю проедем на нем около 3000 километров Первый наш отель называется Мистер Си Он находится в Баверли Хиллз Но не в привычном Баверли Хиллз Дерадео Драйв А немножечко подальше оттуда То есть до Дерадео Драйв, короче, нужно либо топать нормально, либо на такси ехать Я не могу вам посоветовать отель Мистер Си, в котором мы остановились Потому что у него достаточно дурацкое расположение И до Баверли Хиллза нужно идти пешком Достаточно нормальное расстояние То есть до Дерадео Драйв, до Санта-Моники ехать До Голливуда ехать, до Голливудских холмов ехать Вокруг отеля нет вообще ни хрена Вдалеке-вдалеке вид на даунтаун Поэтому я вам советую останавливаться, например, в Санта-Монике, где океан Кстати, в нашем отеле с нами одновременно завтракал Хокин Феликс Это актер, который играл главную роль в фильме Джокер Ну, то есть Джокера, собственно Блин, ветер здесь просто пипец Вот просто супер ветренный день Я не представлял, что в Лос-Анджелесе вообще может быть такая температура Вот я сейчас стою в футболке, в худи, в ветровке И мне прям прохладно Вот таким образом выглядит наш отель Фига себе резко как Начнем наше путешествие сегодня с рум-тура А номер, кстати, красивый так для съемочки Вообще прям очень стильненький номер И туалет кайфовый И ванная, как я люблю Камень, и стекло, и металл Все, больше ничего не надо Шикарненько Блин, очень круто И гардеробная что? Или что это? Да, гардероб Прям нормальный гардероб И утюг, кстати, Ян И фен, и халат Самое главное вид кайфовый Прям вид И так закрыто, и так закрыто О, отодвигать нужно сегодня Короче, вид открывается у нас на даунтаун в одну сторону Вот там вот вдалеке, где небоскребы Вот это даунтаун У нас балкончик даже прям Даже прям очень большой балкон Блин, ребята, все просто не представляете, насколько здесь холодно Вот когда мы выезжали из Москвы В Москве было где-то один градус Или ноль Ну, примерно так Плюс-минус И было прям нормально В этой же одежде причем Вот в чем я из дома выходил В том я сейчас здесь Здесь обещают, что здесь градусов 15 Когда мы приехали Блин, но ветер настолько холодный Настолько сильный Что прям вот пипец как задувает Прям холодно Реально холодно Я думал, что в Лос-Анджелесе такого невозможно Вот эти вот ветки валяются пальмовые И сто пудо они упали Не просто потому, что их обрезали А они упали от ветра 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 Ранино Пой-ка Вприн toute業 первое утро доброе утро первое утро в лос-анджелесе и около нашего отеля собираются очень клевые тачки первая клевая тачка это такси беверли-хиллс она такого цвета клевая дальше у нас ламборгини и chevrolet corvette офигенная тачка я честно говоря на ней так и не успел прокатиться ни разу она как-то была даже в россии пом представлена в пресс-парке дженерал моторс но я так и не успел из-за тест драйвить и скромненько так паршачок стоит 911 ногой типа блин я тут классика вечно типа здесь есть лимоны да как я много раз говорил в каждой стране в которой приезжаю вижу лимона я такой вау блин почему они не супермаркете почему они на дереве висят стоишь на развесил в таком количестве посмотрите какой урожай хороший кстати вы наверное видели за последние полтора года или два наверное года уже долго это тянется очень много фотографий видео когда мы вот в этих кофтах в общем история была такая мы решили создать этот бренд потому что я очень люблю такую уличную одежду всю свободную оверсайз на худи толстовки и я думаю блин почему бы не сделать идеальную худи мы разработали вот этот крой блин я чуть ли не дизайнером одежды в этот момент стал ну дизайнером окей не дизайнером короче мы сделали нечто идеальное на наш взгляд в мужском женском размере это уверсайз на худи они у нас были в трех цветах и мы поняли что на этот бренд у нас нет времени буквально год наверное медленно продавалась первая коллекция мы отшили достаточно много всего мы сделали на них вышивки удобные карманы удобные лекалам лекала мы оттачивали блин нас по моему вариантов 10 примерно было то рукав подлинше то покороче то блин здесь подлинше пошире поуже в общем очень интересно на самом деле процесс я честно говоря не думал что это настолько увлекательно но вы не представляете как это окупается когда ты видишь на улице где-то на фото на каком-то видео где угодно человека в своей одежде в одежде своего бренда название которого ты придумал название которого ты потом зарегистрировал это уже торговая марка и короче это очень приятно первая коллекция была распродана полностью и после как мы арендовали офис и взяли в команду еще трех сотрудников мы с новыми силами перезапускаем сейчас этот бренд полный перезапуск бренда и выпуск новой коллекции состоится примерно через через месяц полтора а сейчас мы закупаем ткани и ближайшее время все это уйдет уже в производство массовое это очень приятно приятно что-то создавать смотреть какие прикольные будут цвета розовый не хз какой цвет называется голубой короче еще какой-то цвет графит серый еще будет такой мятный фисташковый фиг знает то очень прикольный тоже цвет нежный очень нежный фисташковый под вопросом у нас коричневый цвет нам кажется что он не очень выигрышно выглядит это тоже опять же образец поэтому это чтобы вы понимали видите какие нас мучения то есть мы его шили мы смотрим и не можем понять стоит ли делать в таком цвете а еще будут свитшоты свитшот тоже имеет такой же примерно крой как и худи то есть есть какие-то отличительные особенности наши но мы его снимать будем уже скорее всего не сегодня потому что у нас просто все это не влезает в маленький чемоданчик в котором мы все это везем зацените бардак номере вот но по-другому невозможно и он скажу это нормально вот такая съемочка 4 лука можно сказать и 15 килограмм техники собой не вот интересно в принципе существуют люди у которых в номере прям вот постоянно порядок идеальный каждый поезд куда бы мы не приезжали куда бы мы не прилетали но если это конечно не совсем какая-то теплая страна где все вещи умещаются там в шкафу на тебе шелочки которые были на это отмерено то у нас вот такая фигня в номере происходит здесь все практически вот практически все вообще собрано для съемок да не практически были на все собрано для съемок потому что если бы мы сюда летели просто отдыхать и путешествовать я бы взял с собой две худи одни джинсы или ну такие двое джинсов блин и кроссовки и хрен с ними совсем остальные ну и трусов блин с носками тяжело это все съемки кажется что вроде как типа вышел пощелкал а на самом деле тут бен такая фигня стоит за этим за всем в этот раз рюкзак с техникой у меня весил больше 15 килограмм это уже перевес в качестве ручной клади к счастью его никто у меня не взвешивал с эти 15 килограмм техники с собой на что взял с собой и большой фотик и маленький фотик и объективы еще дополнительно снимаю в этот раз на canon 5d mark 4 если кто спрашивал то вот таким образом он выглядит с маленьким объективом а еще есть большой белый в общем это просто пипец такой зверь итак я приехала в америку впечатлений пока никаких кроме того что здесь почему-то очень холодно чему есть жутко расстроена мы приехали когда уже было темно соответственно нью-йорка и не видела черта не вы тоже и мы сразу из аэропорта поехали в соседний штат массачусетс город грейп берлинг потому что тут живут мои родственники мы сначала пару дней погостим у них а потом едем в нью-йорк сирии ящики для писем их тоже видел их извините пожалуйста я буду снимать все что я видел когда-либо в фильмах потому что потому что это очень впечатляющая форме честно говоря это какая-то видимо совсем глушь моя мама тут неожиданно заявила что она собирается по возвращению в москву начать учить английский так как чувствовать себя совершенно неловко находясь здесь не знаю языка прям тяжко и приходится заранее прошу прощения за свои просто трехкилограммовые мешки под глазами во первых так сказывается немножечко jetlag а вот на во вторых это просто перманетно мое состояние бесплатно отдают вот такой вот комодик так что кому надо напишите в комментариях отправлю вам адрес где это бесплатно можно взять и другое вообще другое сразу видно абсолютно другой континент разруха не только российских деревьев но и американских ребята смотрите это же косметика кава герл помните в топ-модель по-американски они постоянно сняли рекламные компании для этого бренда так забавно и тайра всех шлюнах ругал за то что они не улыбаются глазами со всякими разными подарочными картами и есть подарочные карты макдональд когда до нас тогда идет это просто получу подарка на его праздник не возможно буквально через пять минут мы встретимся наши модели у нас насчет съемка снимать видео я скорее всего уже нормально смогу но по возможностям было это делать на голливудском бульваре здесь перекрыто движение потому что церемония оскар прям вот на днях совсем-совсем скоро как бы красиво не звучало слово голливуд но голливуд это далеко не мой самый любимый район лос-анджелеса более того я за это место не очень люблю чем-то напоминает по энергетике и вообще по скоплению людей туристов магазинов музеев опять же либо наш арбат либо тайм-сквер в нью-йорке не конечно не в таких масштабах как тайм-сквер но там все рассчитано исключительно на турист если голливуд брать не как района как вот именно туристическую вот эту улицу на которой обычно все приезжают то есть мы побывали в голливуде есть мы побывали на вот этой улице посередине кинотеатр долгий где проходит вручение премии оскар и длинная-длинная улица вот на этой улице на одной и на другой стороне находится более двух тысяч шестиста звезд аллея славы это по сути тротуар на котором много-много звезд будет большинство из этих звезд вы наверное даже не знаете я например шел и для меня большинство имен не имел никакого вообще веса звезды самых популярных звезд которых мы все с вами знаем находится в основном ближе к кинотеатру долги то есть самое такое намоленное место и там как раз центр от этого местного тайм-сквер где ряженые люди в суперменов джокеров и микки маусов предлагает без фотографироваться что я очень сильно не рекомендую то есть либо рекомендую сразу подготовить деньги просто важно помнить один момент если все-таки решили с ней сфотографироваться чего я вам еще раз настоятельно не рекомендую делать вы можете в принципе сказать что это все что есть и сам подошел ты не говорился заранее цену и так далее и послать и пригласить полиции если что то есть любом случае они от тебя отстанут но как бы зачем такие неприятные впечатления эксперименты с деньгами кстати с одной стороны голливуд считается центром киноиндустрии с другой стороны в голливуде на данный момент функционирует только одна киностудия парамонт все остальные расположены где-то в окрестностях послуж начинается отсюда же аллея звезд одна из звезд судя по всему идёт впереди здесь у нас все необходимые инструменты цемент все для того чтобы сейчас я не на звезду сюда заложить макс фактор первое знакомое мне слово два слова опрометчиво было выбрать это место для съемки потому что все перегорожено замечательно простужение готовился я не ожидал что здесь все перегорожены я думал что оскар это будет прям вот в день оскара исключительно все перекроют утром и вечером уже откроет обратно движение нифига здесь такие подготовительные темы стареть в магазине на все голливуд уже модель нас уже ждет блин так хочется конечно же просто с вами погулять и всем показать рассказать но но съемки вывать работа не просто так мы все-таки что приедем не нет ни бездельники мы некоторые знать в комментариях такие от незнакомых людей проскакивают во влоге подъеду на ютюбе то что типа блин вы когда работать то будете вообще откуда вы деньги то берете может работать приезжаем такие поездки просто снимаем влог параллельно делали что мы отдыхаем а вот долги кинотеатр где как раз проходит церемония вручения премия оскар можно через решеточку посмотреть на него красота пожарный гидрант тоже красота и vlc player тоже красиво так ребята этот нашел звезду одну не заполнена имейте ввиду что вдруг здесь дома я вот рядом над altitude голливуд голливуд пальма и музей восковых фигур голливудский как-то если будете проходить можете фотографироваться с моей звездой прокуратая придумала просто не приду лишь из такой металла это делается голливудская аллея звезд выглядит вот таким образом здесь обычно хреноводе все народу просто дофигища в одну в другую сторону здесь очень много намного очень вы себе можете присоедините большинство из вас не знают что это за звезды то есть вы будете думать блеен незнакомые не знакомой незнакомые и имя а вот Самые суперзвезды, которых знают все практически, они находятся как раз рядом с кинотеатром в Долбле. В сотый раз скажу, что это тот кинотеатр, в котором проходит церемония вручения премий «Оскар». Манекен даже упал. Макдональдс служит у нас раздевалкой и перевалочным пунктом. Мы там оставили чемодан с вещами, которые мы будем снимать. Там мы поправляем макияж и переодеваемся. Ну, это тот самый лучший лайфхак, либо это Starbucks, либо Макдональдс обычно во всех странах мира. Вот модели переодеваются так. Так что работа модели не такая уж и простая, как вам кажется. Приходится по туалетам переодевать одежду, даже если она красивая и дорогая. Обожаю вот такие буквы, знаете, когда в старом таком стиле, как будто бы... Ну, я не знаю, сколько лет вот этой вот фигне, но как будто бы очень давно делали вот эти надписи с подсветкой. Это очень классно выглядит. Как старый Cadillac Eldorado. Это выглядит классное сравнение. И пальмы вот эти, шикарные пальмы. Одни из самых красивых пальм в Лос-Анджелесе. Вот в Доминикане вы можете подумать, но мне кажется, в Лос-Анджелесе круче, чем в Доминикане. Вот это, собственно, самая центральная точка вот этого голливудского бульвара. Центральной практически нет, потому что все сосредоточено рядом с этим кинотеатром. Приехать сюда можно, ну, на час, на два. Если у вас прям дофига лишних денег, можно походить по всяким музеям восковых фигур, купить сувениров с надписью «Голливуд», но они здесь реально есть прикольные. И, собственно, и все. И после этого отправиться дальше, например, к надписи «Голливуд», в которой тоже есть очень много путей. И не факт, что вы приедете и окажетесь в той самой, потому что реально к ней может подойти прямо и с одной стороны, и с другой. То есть здесь кто как посоветует. Также из обсерватории видно хорошо надпись «Голливуд», так что, ну, тоже просто имейте в виду. Короче, весь день планировать сюда нет смысла. И останавливаться здесь, выбирать отель тоже в Голливуде, в районе, я думаю, тоже нет никакого смысла, просто потому что на вот эту улицу вы находитесь туда-сюда, и все. А если, например, будете в Санта-Монике, то, ну, намного поприкольнее будет, можно на пляже время проводить. Даже вот когда холодное время года, все равно на пляже прикольно. Вон же пляж, там красиво. На всех автобусах практически написано Рип Хобби, то есть Рип Хобби Брайан – это погибший баскетболист легендарный. Так что, представляете, какая здесь всеобщая поддержка. Если здесь нет ветра, то здесь вполне себе летняя погода. Та-дам! Теперь пошел снег. Класс! Блин, я так надеялась, что приеду, и будет какая-нибудь хорошая погода. Не судьба. Вы не представляете, как здесь дохера народу, когда сезон теплый. Идешь прям как по Нью-Йорку, как по Тайм-Сквер. Сейчас прям вообще никого нет, считай. Здесь сейчас будем Яночке лук снимать. Офигенно подходит. Блин, с непривычки, два с половиной часа съемки – это прям нормальная такая работа, я вам скажу. Я не присел за эти два с половиной часа, но было круто. Прям такие, знаете, на возвращение к истокам. По сути, вот эта голливудская аллея звезд, она является Тайм-Сквером только не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе. Поэтому, если у вас есть какие-то фантазии насчет того, чтобы фотографироваться с супергероями или что-то там подобное отснять, то приезжайте сюда, и я думаю, что здесь более чем достаточно такого. Каждый выражается здесь так, как он хочет, вот, но… Но здесь, короче, кто во что гораст. Кто как может деньги зарабатывать, тот так и зарабатывает. Кто, кому-то для этого… Кто-то поет, кто-то просто одевает костюм Супермена. Самый попсовый способ заработать. Самый бесполезный. Здесь то место, где звезды оставляли отпечатки своих ног и рук. И чемодан очень фигово едет по этим звездным отпечаткам. София Лорен, например, смотрите. В каблуках была. Так смешно каблуки смотреть. Вообще, ручка маленькая. Майкл Дуглас вот здесь стоял. Бен Стиллер. Короче, дофигища рук и ног повсюду. Можно сравнить ваши руки с руками очень известных людей. И ноги. Каждый раз, когда Яна приезжает на эту аллею, Яна все время фотает ноги с Микки Маусом. Вот именно с Микки Маусом. Никто так круто не играет в своей роли, как Микки Маус. У меня, наконец-то, началась интересная часть нашей поездки. Мы приехали в Аутлет, в этом маленьком городе. А я первым делом побежала в Найке и нашла тут Кортезе за 40 баксов. Видите? Почему меня это так удивлять? Потому что, вообще, это вроде как классическая постоянная модель Найка. И они не должны быть, по идее, со скидкой. Но грех не купить их за 40 баксов. Это просто чудо какое-то. Мы находимся в Беверли-Хиллз. За моей спиной дом Тома Круза. И сейчас у нас есть уникальная возможность попасть к нему в гости. Пошли. Да я шучу. Хз, чей-то дом. У Тома Круза, наверное, побольше. Сейчас я хочу посмотреть, как живут местные жители. То есть прогуляться именно по частному сектору, из которого здесь, собственно, все состоит. Направляюсь я в сторону Беверли-Хиллз. У меня всего 30 минут. Соответственно, 15 минут, чтобы дойти туда. Блядь, они уже закончились. И 15 минут, чтобы дойти обратно. Короче, в итоге 7 минут, чтобы туда, 7 и обратно. По этим техническим улицам обычно ездит техника, которая собирает, ну, мусор, например. Поэтому баки стоят. Смотрите, какой домик кайфовый. Маленький газончик, шланг для поливания. Сверху такой второй этаж офигенный. Блин, очень, очень красиво. Наверное, на Рождество здесь еще все это украшается различными огнями. И дома есть камин, прикиньте, вот эта вот труба. Здесь практически каждый дом, он индивидуален. И он имеет какой-то свой стиль. Но они все интересные. То есть здесь интересно гулять. То есть ты не просто идешь почему-то однообразному и повторяющемуся. Здесь каждый дом все разные. У всех разная крыша, из разных материалов сделана. Все разными цветами покрашены. И газончики тоже у всех отличаются. Даже вот типы травы и цвет травы у всех тоже отличаются. Короче, один мешок они на всех семян для газона не покупают. Пальмы, кактусы, джипы. Все, что нужно для богатой жизни. Основное количество селеб живет на холмах, которые вокруг Лос-Анджелеса. То есть многие говорят, что Беверли-Хиллс самый богатый. На самом деле в Беверли-Хиллс дома стоят примерно там в районе 5 миллионов. А вот то, что на холмах находится у тех домов, во-первых, виды классные уже. Они уже примерно, по-моему, миллионов от 10. Поэтому в основном звезды живут где-то повыше. Те виллы, из которых открывается какой-то вид на Лос-Анджелес. В одной из таких вилл мы когда-то были. И это было то мероприятие, где мы встретили вживую. Увидели Ди Каприо. Яна прям с ним стояла плечом об плечок. Цветы цветут. Вообще зашибись здесь. Жить зимой, конечно. Нашел улицу, которая называется Эль Камино. Все же любители Брекен Беда посмотрели продолжение в фильме Эль Камино. Если не посмотрели, то обязательно посмотрите. Это вам прям вот знак, намек. То, что все, нужно все-таки посмотреть, если не смотрели. Не могу сказать, что этот фильм прям супер охрененный. Просто приятный, потому что ты видишь тех же героев, которые были в Брекен Беде. Только в новом фильме. Спустя много лет. Смотрите, вы ностальгируете. Сегодня в Америке проходит презентация нового Cadillac Escalade. Этой легендарной машины, которую любят американские звезды, американские рэперы, американские богачи, и ее люблю я, потому что для меня Cadillac это бренд с историей и бренд, который делал всегда, в принципе, классные тачки. Каждая последующая машина, которая выпускается с компанией Cadillac, выглядит круче, чем предыдущая. Это факт. Потому что у многих брендов обратная ситуация. Ты смотришь каждую последующую машину и думаешь, блин, ну что же вы здесь перелезали, здесь как-то перезагнули, здесь делали слишком мало, а здесь слишком много, и теряется какой-то дух автомобилей, которые были изначально любимыми. В случае с Cadillac этого не происходит. Каждая последующая машина удивляет. Она становится реально крутой, одновременно и современной, и имеющей возможность именно впечатлить, чтобы ты сказал, вау, какая она клевая. В этой поездке как раз через два часа мы познакомимся с новым Escalade. Мне очень интересно, что это будет. Предыдущая версия мне очень сильно нравится. На мой взгляд, это просто один из самых красивых джипов, который прям вот с характером, с мордой такой джиповской, с большой радиаторной решеткой. Я очень надеюсь, что его не сделают хуже по дизайну. Ну, в смысле, его не изменят так, чтобы я сказал, блин, ну что-то немножечко не то, немножечко как-то характер он потерял. Надеюсь, не потеряет, надеюсь, будет только мужать, как говорится. Я сейчас попробую настоящую Кока-Колу из Америки. Итак. Ну, честно говоря, есть неуловимая нотка, отличия. Правда, я пока не могу распробовать ее и понять, в чем она заключается, но точно есть. Я все вспоминаю тот момент, когда мне Фариза написал сообщение, что Женя, оказывается, съемка видео затягивает, и у меня уже больше сотни видео. Я думаю, как же круто, у нас будет влог одновременно из Нью-Йорка и из Лос-Анджелеса. Когда мы вернулись в Москву, и Фариза было уже 200 с лишним видео, и я увидел, что они в вертикальном формате, у меня просто мир рухнул. Это очень смешно было. Более того, айфон, как камера для влогов, это не самый идеальный вариант. Хорошая картинка, вообще без вопросов, но для того, чтобы снимать видео на айфон для влога, нужно обязательно иметь дополнительный микрофон, потому что у айфонов, вообще у всех, наверное, телефонов микрофон направленный. То есть, грубо говоря, если ты снимаешь на этой камере то, что находится перед тобой, то пишется звук вот на этот микрофон, а то, что ты говоришь с этой стороны слышно очень-очень плохо. А когда ты снимаешь себя на фронтальную камеру, то, соответственно, микрофон работает направленный на тебя, тогда тебя слышно хорошо. То есть, в общем, вот такой вот момент. Смотрите, какой я стал взрослый. Пришлось взять эту одежду ради этого мероприятия, и мне кажется, это неплохо выглядит. За нами приехал вот такой большой автобус, и я думаю, что он не один, потому что народу в отеле у нас достаточно много. Приехали журналисты, блогеры, как я понимаю, из разных стран, так как представление нового Эскалейда это очень большое событие, я считаю, в автомобильном мире. С нами, кстати, прилетел главный редактор легендарного автомобильного журнала «За рулем». Вот такое знакомство. Не сговариваясь, опять зеленое надели, да? Что ты жадаешь от новой Эскалейда? Большой, черный. Большой, черный, натурально. Большой, черный, салон, надеюсь, светлый будет. Мы находимся на территории Red Studios. Это голливудские студии, в которых снимаются голливудские фильмы. Фиг знает, какие компании здесь работают, и какие фильмы здесь снимались. Красная ковровая дорожка. Немаловажный момент. Очень много народу. Ни одно знакомого лица пока. У новой Эскалейда будет какая-то потрясающая акустика от компании АКГ. AKG, я не знаю, AKG, как это сказать правильно. Смотрите, как грамотно организаторы придумали сделать Wi-Fi на площадке. И указан, соответственно, логин и пароль для него. Обычно на мероприятиях очень хреново начинают работать сотовые сети, никто не может ничего опубликовать. А это очень важное событие, поэтому интернет должен быть у всех хороший, чтобы все журналисты, которые здесь собрались со всего мира, могли сделать нормальные самые первые фотографии для этого автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok шикарный. Меня очень впечатлил новый Эскалейд. Во-первых, он остался такой же мужественный, брутальный, с большой мордой. Но внутри он выглядит суперфутуристично, суперкомфортно, люксово, дорого. Я не знаю, все подходит. Приборная панель состоит из трех дисплеев общей диагональю 38 дюймов. Это самый большой дисплей еще и изогнутой формы, который был когда-либо в автомобилях. Это очень поражает. Причем сенсор на этом дисплее работает примерно как сенсор на айфоне, что не очень свойственно для автомобилей, потому что в автомобилях обычно такие вещи очень так подтупливают и подбешивают. Очень хочется уже его на тест-драйв, но я думаю, что это произойдет уже где-то в конце 2021 или в 2022 году. Когда я снимал и разбирал материал, я, честно говоря, думал, что наснимал в Лос-Анджелесе очень мало. В итоге сейчас уже больше 30 минут, а мы все еще не выехали в наше путешествие, где самое интересное начинается. Я вроде как и выкинуть не могу эту первую часть и сократить не могу. Если она сейчас меньше 30 минут получилась, значит у меня получилось что-то повырезать. Если больше 30 минут, ну сорян, что она такая длинная получилась. Вы можете написать об этом в комментариях, и при монтаже следующего видео я постараюсь вот так вот уже не затягивать. Спасибо, что смотрели это видео. Следующий выпуск будет в ближайшее время, и он начнется уже с того момента, как мы садимся в машину, отправляемся в путешествие. Первой нашей точкой будет Санта-Барбара, дальше Лас-Вегас и так далее. Пишите, пожалуйста, комментарии. Комментарии важны. Любую фигню напишите, любые несколько слов. Алгоритмы Ютуба так работают, что если на видео реагируют, если ставят лайки или даже дислайки, то наше видео песчинка за песчинкой обретает какую-то ценность. И когда ценность возрастает до какого-то определенного размера, это видео выкидывается на всеобщее обозрение, то есть на большую аудиторию, не только на вас, на тех, кто подписан, но и на каких-то новых зрителей. Поэтому благодаря этому у нас, возможно, еще человек на 10 подрастет, аудитория, что-то уж приятно. Обязательно поддержите влогерские начинания Фариза в комментариях. Спасибо, что смотрели. Не забудьте комментарии, пожалуйста, написать все-таки.